После просмотра некоторых фильмов мир никогда не будет прежним. И дважды такие фильмы редко кто пересматривает. Итак, вы на канале Киноохота, не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а это подборка топ-5 фильмов, которые давят на психику и оставляют тяжелое, а порой и мерзкое послевкусие. Ну а некоторые из этих фильмов запрещены к показу во многих странах мира. Итак, поехали. Сербский фильм 2010 года. По словам режиссера Сарджана Спасовича, фильм является политической аллегорией. Но больше похоже, что это было отмечено для галочки, чтобы потом с чувством полного патриотизма утверждать о наличии сакрального смысла в его детище. Слоган фильма гласит, что не все фильмы со счастливой концовкой. Ну тут, конечно, трудно не согласиться. Какие только экстремальные извращения не описаны в фильме. Поверьте на слово, рвотные рефлексы и мерзкое состояние буквально сопровождают этот фильм. Есть ли предел уродства человеческой души? Этот фильм из-за натурального изображения разных видов извращений запрещен к показу в 60 странах мира. Фильм рассказывает о бывшем актере развлекательной индустрии для взрослых, который живет спокойной и счастливой жизнью. У него жена и маленький сын. Но однажды он получает заманчивое предложение, от которого не в силах отказаться. Эта съемка должна была обеспечить будущее его семьи. Но то, что происходит далее, буквально омерзительно. Этот фильм не рекомендую к просмотру впечатлительным людям. Но если вы все же решитесь, то потом не говорите, что я вас не предупреждала. Платформа. Испанский фильм 2019 года с элементами ужасов и триллера. Здесь вам понадобятся крепкие нервишки. Платформа задает неуютные вопросы из серии «Что же должно произойти?», чтобы каждый умерил свой аппетит ради выживания незнакомцев. Фильм буквально олицетворяет социальную иерархию современного общества. Действие фильма происходит в многоэтажной тюрьме, построенной по типу башни с ярусами. На каждом этаже тюрьмы находится двое заключенных. Через центр башни проходит прямоугольная шахта, по которой раз в день спускается платформа с едой. Сколько же всего уровней в тюрьме, никто не знает. Может быть 100, может быть 300. Еды, которая изначально поступает на верхний уровень, могло бы хватить на всех заключенных. Однако питатели нижних этажей умирают от голода, совершают самоубийство и становятся каннибалами. В то время как те, кто оказался наверху, пируют, поглощая гораздо больше еды, чем им требуется для выживания. Что-то не так с Кевином. Фильм 2011 года шотландского кинорежиссера Лина Рэмси об ужасающем материнском горе. На Каннском кинофестивале фильм удостоился 10-ти минутных аплодисментов стоя. По сюжету Кевин проблемный мальчик. С самого раннего детства у него сложности с развитием и поведением. Он враждебно относится к матери, скрыто враждебен к отцу, сестре и не только. А все ли в порядке с точки зрения психологии с матерью? Есть ли у нее эмоциональная связь с ребенком? Относится ли она к нему с заботой и любовью? Кевин в 15 лет совершает нечто чудовищное. И могла ли мать предотвратить трагедию? Мать догадывалась, но не хотела признавать, что вырастила этого монстра. Она просто надеялась, что родительская любовь и внимание исправят все проблемы. Но реальный мир требует чего-то большего, чем просто надежда. Это экранизация одноименного романа. В российском варианте «Цена не любви» американской писательницы Лайонелли Шрайвер. Роман вышел в 2003 году, сразу став мировым бестселлером. Книга написана от лица матери, для которой настал самый страшный период в жизни. Ее сын устроил в школе массовую бойню. Книга и снятый по ней фильм призывают поговорить о Кевинах, расстреливающих своих одноклассников и учителей, и просто людей на улице. Поговорить и понять, что же не так с этими Кевинами. Интересно, что в этом фильме увидит каждый конкретный зритель. Девушка по соседству. Это криминальная драма 2007 года по мотивам одноименного романа Джека Кетчема, основанного на реальных событиях и убийстве Сильвии Лакенс. Это действительно жестокий фильм. Молодая девушка с младшей сестрой поселяется у своей тети после трагической гибели родителей. Оскорбления тетушки перерастают в физические пытки и действия сексуального характера. В издевательствах ей с удовольствием помогают трое сыновей и их друзья. О чем же этот фильм? О том, что ужасы бывают и по соседству. Фильм о жестокости и равнодушии. И что же хотят сказать нам подробные сцены истязаний? Конечно, вам решать смотреть или поберечь нервы. Дорога. 2009 год. Постапокалиптическая драма режиссера Джона Хилкота, снятая по роману Кормака Маккарти, получившего за свой роман Пуллицерскую премию. Первоначально на роль отца мальчика планировал взять Брэда Питта, но актер отклонил предложение и роль досталась Вига Мортенсона, известного по роли Арагарна «Властелина колец». Фильм понравится любителям жанра постапокалипсис. Здесь земля мучается в предсмертной агонии, нет ни птиц, ни зверей, растительность медленно погибает, поэтому и процветает каннибализм. Отец и сын пытаются выжить и пребывают в постоянном страхе перед мародерами и каннибалами. Нет никакой надежды. Гнетущую атмосферу и постапокалиптическое отчаяние передают краски фильма. Много черных, серых и коричневых. Нет ни проблеска солнечного света. Ну а вы смотрите тяжелые фильмы? И какой фильм привел вас к катарсису? Вы были на канале Киноохота, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем удачи и до новых встреч!